Когда решишь устроить концерт в машине, лучше проследи, чтобы окна были закрыты. Вот только птица помешала моим планам и прицелилась прямо в грудь. Эх. Единственный выход – быстро закрыть пятно рукой и петь гимн. Ух ты, какой патриотизм. Очень даже мило. Но нахальная птица не останавливается. Минутку. Это парень сверху ест мороженое. Ну ты, баклан. Наконец-то ребенок уснул. Тсс. Наш папа, как всегда, не смотрит, куда идет. Только не это. Очень вовремя под рукой оказалось яблоко. Главное – не звука. Во время ужастика лучше прикрепить свои накладные трассы понадежнее. Эй, парень, мне это не нужно. Как неловко. Обед в кафе может закончиться неловко. Упс, кажется, я не рассчитала свои финансовые возможности. Ничего, есть один старый трюк. Добавим лишний волосатый ингредиент. Официант! У меня волосы в еде. К сожалению, этот фокус не пройдет. В зале есть камеры видеонаблюдения. Но я об этом не подумала. Перейдется расплачиваться честным трудом. Вот еще один стакан, мисс. Иногда из неловких ситуаций просто нет выхода. Этот телефонный звонок так не вовремя. И фильм уже начался. Ну как же открыть эти чипсы, чтобы на меня все не шикали? Шшш! Ну открой их уже быстрее. Только не мешай. Эх, была не была. Вот это неловкость. Да ничего не случилось. Я просто хотела со всеми поделиться. Ой, ты запачкалась. Давай я вытру пятно. Что-то не оттирается. Да, я взгляну. Потому что это моя родинка. Тебе бы долго пришлось ее оттирать. Упс. Доставка еды. Я открою. Интересно, что там читает подруга? Посмотрим. Ты закрыла мою книгу? И как мне теперь найти, где я остановилась? Есть выход. Ищем шоколадные отпечатки пальцев. Вот, пожалуйста. Иногда женская дружба – это больно. Ай, мое ухо. Предательские сережки. Иногда неудача – это лишь начало успеха. Тебя бросила девушка? Такое случается со многими. И вот, ты сидишь и думаешь, что лучше уже не будет. Но все меняется в одну секунду. И теперь я – успешный бизнес-коуч. Учу других, как заработать свой первый миллион. Никогда не надо сдаваться. Ведь мой успех начался с того момента, как меня бессердечно бросила вот эта девушка. Неожиданная встреча со старым знакомым. Знал бы, пошел бы другим путем. Нужно разыграть радушие и перекинуться хоть парой слов. Рад был тебя видеть. Звони мне, пропадай. Кто же ожидал, что вам в одну сторону немного неловко? Извини, друг, побегу, опаздываю. Без вопросов у меня как раз важный разговор. Лучше не доводить неловкие ситуации до абсурда. Ведь всегда есть выход. Кажется, это моя знакомая. Угадай, кто? Бен? Майк? Джастин? Упс, кажется, я перепутал. И это не моя знакомая. Что же делать? Кузен Вилли? Сумасшедший Макс? Дядя Франки? Тренер по йоге? Девушка перечислила всех своих знакомых. Фух, и вечеринка закончилась. Бежать. Наши дурные привычки тоже могут доставить неловкость. Одолжишь мне карандаш? Без проблем. Никак не могу избавиться от привычки грызть карандаши. Даже чужие. О нет, что же теперь делать? Отдавать в покусанный карандаш нельзя. Но можно его поточить. Это лайфхак. Теперь можно писать карандашом с двух сторон. Фух, подруга ничего не заметила. Подруга решила сделать тебе сюрприз и неожиданно пришла в гости. Как не вовремя. Что же делать? Устрою ей пранк. Большая миска мне поможет. О боже, ты ждешь малыша? Какая прелесть. Ты о чем? Я просто немного поправилась. Упс, ошибочка вышла. Ладно, мне пора бежать. Ха-ха, спасибо, миска. Ты решил поиграть в Майнкрафт в очках виртуальной реальности. Ничего необычного. Но со стороны это выглядит немного иначе. Упс, кажется, я не вовремя. Эй, это всего лишь игра. И нужно работать киркой. Понимаешь? День рождения друга. А я как раз купила подходящую кофту по акции. Но ему об этом знать не обязательно. Тебе очень идет. Отлично выглядишь. Вот только ценник нужно было снять заранее. Хорошо, что у меня с собой есть подводка для глаз. Быстро добавим лишнюю цифру. Вот теперь не стыдно дарить. Шахматный турнир. Срочно выложим селфи с хэштегом шах и мат. Но когда я выхожу, хитрая подруга прячет мою фигуру. Думает, я ни о чем не догадаюсь. Минуточку. Чего-то не хватает. У меня есть фото доказательства. Камеру не обманешь. Верни моего коня на место. Надоело учиться? Сыграем в настольный теннис на кухне. Но матч продолжался недолго. Упс, мячик погиб под моей ногой. Это не страшно. Мы его оживим. Просто залей мячик для настольного тенниса кипятком. Он сразу вернет форму. И играем дальше. Понравились наши решения для неловких ситуаций? Тогда пиши в комментариях, в какую неловкую ситуацию пришлось попадать тебе. И какое решение находилось. И обязательно подписывайся на наш канал, ставь лайк этому видео и жми на колокольчик. Не пропусти новые веселые истории из жизни на канале ВУХУ. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!